площадке вашей аудитории спасибо что пригласили вот виктор действительно маленький всего лишь врач большим стажем маги будут выступать попозже сначала будут маленькие люди выступать сейчас я включу тоже запись чтобы у нас было ну качественная запись потому что я не знаю как комната запишет вот и я что-то не то нажал ребят так сейчас закроем и запись видео с экрана вот значит и мы с вами буквально пока немножко собираются люди ладно потому что все таки 30 человек пока еще маловато я видел что вот буквально там вчера или позавчера у вас было около 100 человек здесь то может чуть чуть дольше больше даже 120 человек ну правда выступал тоже маг не доктор поэтому наверное вот когда выступают маги все-таки людей больше знаете почему потому что все таки мы верим волшебства нам нравится когда кто-то за нас что-то может сделать и вот когда мы надеемся на что-то вот тут происходит и самое великое чудо и так значит сейчас мы с вами для того чтобы немножко чуть-чуть подождать сейчас я отрегулирую рамку которая нужна будет мне для того чтобы записать качественно этот ролик вот значит все наверное все приготовление готово я так понимаю что вы тоже слышите меня очень хорошо и видите немножечко чуть-чуть даже отлично даже кто-то уже сердца пишет доктору не за что пока любить а ну да мы же всегда начинаем с любви я забыл все дела запомните надо начинать с любви однозначно встретились понравились это всегда начало дальше будут отношения именно отношения я зарождаю ту надежду которая в итоге приведет к результату а результат уже будет вера вот видите как хорошо вера надежда любовь но основание этого здания всегда любовь поэтому я уже вас люблю а вижу что уже татьяна написала мне уже так сказать три сердечка поставила и так для того чтобы немножко вас ввести в курс дела чтобы вы поняли все таки от кого зависит ваше здоровье что лежит в основе вашего здоровья я вам сейчас покажу такой маленький мультик 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 ационный фильм даже не мультик я покажу вам сюжет с природы сюжет настоящий до снятый операторами но с комментарием ну за кадр да узнаете комментарии кто комментирует уже будет хорошо значит начинаем с такого маленького ролика а а а а а а а Продолжение следует... 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 добрый добрый вечер всем всем кто сегодня собрался в этом зале я надеюсь вам понравился этот ролик который очень дал вам возможность именно узнать о чем же пойдет речь и где же эта волшебная тайна которая способна ну действительно остановить и попереть спять самые самые сложные заболевания итак начнем я сегодня не буду рассказывать о себе потому что это займет очень времени много времени а сегодня больше всего людям не хватает времени не денег не здоровья а времени вот такое время пришло что не хватает времени знаете почему ответ очень простой мы очень много в этой жизни говорим лишнего пустословим обсуждаем людей природу обсуждаем правительство мы никогда не задумываемся что если мы будем сеять такие зерна у нас не будет хватать времени ни на что ни на свое здоровье ни на зарабатывание денег ни на человеческие отношения и даже на жизнь поэтому давайте мы сегодня не будем тратить время и я с вашего позволения даже не буду рассказывать себе поверьте сегодня такое пришло время что набрав виктор тетюк в яндексе вы посмотрите все сами потому что там миллионы просмотров каждый день эти фильмы по этой эндорфинотерапии смотрят ну я вам честно признаюсь так две с половиной три тысячи человек каждый день но я понимаю что без личных встреч без вот таких выступлений не будет так называемой энергетической передачи поэтому открывайте свои глаза открывайте свои сердца открывайте свои уши сейчас мы начнем очень интересное и очень жизненно для каждого из вас выступление академия эндорфин и врач виктор тетюк представляет систему под названием эндорфинотерапия система восстановления и сохранения здоровья молодости и активного долголетия и мы начнем с того что я все-таки постараюсь вам ответить что такое счастье потому что каждый сидящий здесь всегда задумывался об этом определение поверьте очень очень много и кто бы вам не говорил но все должно быть гениально просто должна быть та троица которая присутствует во всем и вот именно такое ну более емкое определение счастье дала всемирная организация здравоохранения слышали воз и она состоит всего лишь из трех составляющих это духовного благополучия благополучия физического благополучия и материального благополучия человека или короче любовь здоровье и достаток вот и все понимаете и если чего-то человеку не хватает уже человек несчастлив и оказывается все эти три составляющие напрямую и обратную зависит всего лишь от некого нейропептида или молекула которая находится в нашем организме вот именно об от об этой молекуле об этом эндорфинах пойдет сегодня речь вы спросите виктор то мы все знаем про эндорфины мы вам тоже можем много рассказать ел банан получил эндорфин да я согласен сейчас очень много публикаций и каждый вот норовит рассказать про эти эндорфины но никто даже не догадывается что это тайна которая была открыта совсем недавно 70-е года ученые открыли эту молекулы в чистом виде выделили ее в чистом виде из клеток головного мозга оказалось это волшебная молекула отвечает за много что творится в нашем организме я бы даже сказал за все что творится в нашем организме это высшая инстанция которая задумана творцом всевышним чтобы творить то чтобы мы жили чтобы мы размножались чтобы мы выздоравливали и чтобы мы радовались и так далее так далее если вы это сейчас поймете то тогда вам очень просто будет слушать тех спикеров которые приходят каждый день и начинает каждый вносить свою лепту и вы четко тогда будете понимать а кто из какой стороны вносит свою лепту в эту систему эндорфинотерапии потому что те кто разрушают эндорфины да они не могут помочь людям а те кто помогают созидать или подсказывают как созидать эти эндорфины и являются эндорфинотерапевтами и так так где же взять эти эндорфины где же они берутся да действительно американские ученые в 70-е года когда выделили в чистом виде склета головного мозга были уверены что завтра наша биохимия достигнет таких ну вершин что мы можем будем синтезировать эти эндорфины и продавать всем сколько надо и болезни не будет во всем мире люди смогут жить долго и счастливо и не болеют знаете дело в том что да действительно в эти года ну как раз это наверное наше детство у кого-то у кого-то молодость уже люди верили ученые верили что так будет развиваться наука но никто даже не догадывался что все что создала природа или творец нельзя воспроизвести в таком виде как он создал а тем более даже если уж нельзя воспроизвести золото да то есть вы знаете что золото до сих пор как добывали с каких с какого-то песка мыли то есть пор так этот металл и добывают точно также нельзя добыть ни один витамин ни один минерал натуральный я имею ввиду да а тем более биохимическую молекулу которая оказалась еще индивидуально представляете да то есть у каждого из нас свои эндорфины или свои нейропептиды и поделиться мы с ними не может как-то я читал лекцию и как раз во время лекции позвонил телефон и уже наверное не молодой человек позвонил и спрашивает виктор а можно вас купить эндорфин но сидела народу очень много и мне некогда было с ним разговаривать поэтому я ему я задал вопрос на вопрос вопрос а на какую сумму вы хотели купить эндорфин он сказал ну рублей на сто сто пятьдесят я говорю ну на сто сто пятьдесят может там хватит на одну секунду или на одну минуту как понял и положил трубку то есть на этом кончился разговор понимаете чтобы вы не задавали таких вопросов а где виктор купить эндорфины пожалуйста внимательно слушайте и дослушайте до конца а потом передайте этот ролик этот фильм всем своим родным и близким потому что это навигатор это путеводная звезда это компас который вас будет пести в дальнейшем чтобы вы могли не заблудиться да ну а если мы говорим о том что все таки уровень эндорфин это величина который меняется каждую минуту каждую секунду то нам с вами надо будет определиться от чего же зависит этот уровень эндорфина да мы с вами должны понимать что этот уровень эндорфинов зависит от многих от многих факторов и вот именно сегодняшняя лекция как раз будет посвящена именно тому что от чего зависит этот уровень эндорфин и так эндорфинная иммунная теория и эндорфина терапия это теория которая указывает на систему факторов влияющих все факторы влияющие на эти эндорфины и вообще что такое теория теория это взгляд в будущее вы это должны понимать для того чтобы люди не делали тех ошибок которые будут вставать на их пути теории бывают лже теории да и теории бывают истинные те теории которые дают результаты они называются истинными и поэтому мы люди мы лишь только фиксируем те природные факторы которые созданы творцом и заключаем их некие системы или теории вот вы сегодня именно такую систему эндорфина терапии и посмотрите что-то у меня не открывается тут такой вот еще раз закрою потому что у меня не раскрывается один одна вещь которую я бы хотел открыть час минуточку девчонки я закрою еще раз попробую открыть почему-то экранчик не открывается слайдовой девчонки не знаете почему не знаю почему потому что я обычно все себе слайды вперед крутил и видел что дальше идет ну ладно будем тогда открывать слайды и рассказывать по ходу слайд когда слайды открывается впереди я вижу картинки впереди не проще вперед заглядывать что будет и настраивать вас на то какой будет следующий сайт но почему-то в этой комнатке не открывается такая такая функция поэтому не знаю поэтому будем работать потому что есть и так значит эндорфинная иммунная теория или эндорфина терапия эта система она была создана семь лет назад или шесть лет назад уже семь если вы посмотрите ближе раскроете поближе эту бумажку и запатентована еще тогда когда виктор тетюк работал в кремлевской больнице прав делами президента хирургом да обычным хирургом не академиком не профессором но она пришла тогда когда доктор с большим стажем стал анализировать а почему же мой отец который заболел раком четвертой стадии не умер от этого заболевания а почему мой тесть когда уже умирал от бронхиальной астмы почему-то начал выздоравливать и сейчас кроме как чая с подорожниками ничем не пользуется не пользуется почему дядя который практически уже в 78 77 79 лет уже не ходил от сахарного диабета его уже штормила был худой-худой так поправился что свои 70 80 4 85 лет поверьте еще сейчас эти сегодня настоящий мужчина до настоящий мужчин и вот сложилось так что вот в одну ночь сложилась система факторов до которые вот оказалось потом переродились в некую систему систему под названием эндорфинно-иммунная теория и вот сегодня вот эти поснежники которые вы видите да это те результаты которые сегодня по всему миру люди получают которые посмотрели эту теорию эту систему взяли ее на вооружение и и они без нас это решают поэтому многие из вас когда сегодня посмотрит эту систему смогут сами решать очень много задач в своей жизни поэтому смотрим внимательно первое о чем бы я хотел сказать это все-таки рассказать вам о функции эндорфина все-таки если вы никогда об этом не слышали то вы должны понимать что все-таки это биохимическая молекула которая впервые была найдена в клетках головного мозга до эпифиза гипофиза слышали серотонин мелатонин а вот последние года ученые нашли эти клетки практически во всех клетках нашего организма очень большое количество так называемых стволовых клетках или клетках зародыш о них мы чуть-чуть поговорим позже но первая именно функция этих нейропептидов это действительно гормон радости подымает настроение снимает боль усталость раздражительность и вы должны понимать что не наркотики повышают настроение до наркотики это лишь те кнуты которые бьют по мозгам вышибают из нашего организма эти эндорфины подымают но ни в коем случае эндорфины это не наркотики название было эндоморфины почему потому что действительно они подобно наркотикам в тысячи раз сильнее наркотиков повышают наше настроение снимает боль усталость но на сегодняшний день оказалось что это даже необычные гормоны и мы их извне взять не можем только в собственном организме слышите да и поэтому все то что мы можем сделать мы можем сделать только сами и контролировать уровень своих эндорфин мы можем только сами вторая функция эндорфинов это синтез всех ферментов всех белков все что в нашем организме вся биохимия протекает это все контролируется как высшая инстанция эндорфинами и вот оказывается чтобы этот уникальный инструмент сбалансированно играл гормонально вот отвечает наше эндорфин третья функция эндорфин это энергетическая функция эндорфин и нас только учили одному я имею ввиду медицинских институтов биопотенциал клетки на мембране есть плюс минус и перемещение этих электролитов приводит перемещению или как работает там аксон да аксон знаете это нерв такой да то есть перемещается как электрический ток по нему а вот больше чего над нас ничему не учили и поэтому то что вы сейчас слышите то что вы так вот внимательно вам нравится это уже современный так подход к решению тех или других задач но все больше и больше ученые становятся верующими как вы думаете почему сегодня ученые становятся верующими потому что действительно наука идет вперед и совсем недавно была открыта частичка так называемого бога хиггса по автору что это такое оказывается что атом который составляет ядро да всех всех всего вселенной да а вокруг него крутятся электроны это тоже система нестабильная и оказывается эти электроны которые крутятся вокруг этого атома перемещаются то на выше то на ниже платформу да и когда это происходит когда атом получает квант электрон электрон отпрыгивает дальше атом убирает квант улетает квант в пространство электрон приближается ближе и вот эти улеты прилеты это и есть так называемые колебания этих атомов оказалось что эти колебательные движения излучают электромагнитную да не электромагнитную мы не знаем какую волну которая в тысячи раз тысячи раз короче световой волны поэтому скорость передвижения этих волн тысячи раз больше поэтому когда вам говорят что наши мысли это тоже электромагнитные волны да не электромагнитные это специально биоволны информационные называются волны да это те волны которые очень быстро передвигаются поэтому многие вам говорят что сорок дней сорок дней это то время когда наши мысли могут дойти до Всевышнего и вернуться обратно 20 дней туда 20 дней обратно но на самом деле конечно все может происходить намного быстрее поэтому мы сегодня говорим о том что нас окружает очень много информационного поля так называемого которое очень по разному влияет на нас и вот здесь оказывается чтобы у нас были положительные да вот эти поля что мы излучали положительные все очень много зависит от уровня или концентрации этих эндорфинов и даже больше скажу наши положительные мысли а мысли наши это тоже тоже био информационные поля они в доли секунды синтезируют те эндорфины которые творят в нашем организме чудеса поэтому все дела мы должны начать с головы ну и если мы говорим о том что все таки наука развивается и вот я буквально недавно на днях заходил в этот кабинет где у вас было около 100 человек и вам очень популярно объясняли так про вот такие поля магнитные поля которые окружают человека и объяснили что да там ну аура называется я вам объясню по простому потому что все таки здесь люди сидят разных может даже вероисповеданий поэтому может есть верующие люди и чтобы особенно верующие люди не пугались каких-то там ну волшебства или сверхъестественных я вам скажу что все естественно понимаете все исходит от нас и от природы вот только два полюса которые взаимодействуют между собой и если взять вот эти поля которые вокруг нас образуются это не что иное как наши магнитные поля и они образуются в неких электростанциях да первая электростанция находится видите где вот в очень интересном месте в области копчика я вам как хирург подтвержу что иногда когда мы оперируем кисту в этой области мы там находим зубы мы там находим волосы почему потому что оттуда зарождается жизнь именно эта электростанция это первая станция которая дает заряд вернее поле для всех жизненно важных органов печень почки сердце и так далее этот эта аура да это самое самое важное для человека она нужна для жизни поэтому многие люди которые даже может здесь у вас будут выступать которые называют себя там экстрасенсами да их боятся все верующие потому что не знают откуда у человека такие способности а если человек еще этим и козыряет да что он видит эти то нет ничего сверхъестественного потому что все сейчас вы поймете да поймаете почему значит вторая электростанция находится на средине между пупком и лоном да эта электростанция ну я бы сказал репродуктивная или желание ну низменные желания так красивое слово но не без этих бы желаний не было бы не было бы размножения да то есть мы бы не размножались мы бы не воспроизводились и вот иногда когда начинаем лечить пациентов когда появляется вот это желание такое сверхъестественное желание вроде даже человек никогда не желал вот именно вот так сильно как вот сейчас хоть табличку вешай как мне тут одна или уже две пациентки такой приводили пример это очень хороший признак выздоровления знаете да почему потому что тут включаются механизмы раз уже есть желание размножаться да то есть давать себе подобных значит это уже очень хорошо значит мы уже на правильном пути если заболевания очень серьезные а дальше следующая электростанция она находится между пупком и очевидным отростком посерединочкой да все говорят чревоугодие да да совершенно верно именно эта электростанция регулирует все наши питательные питательные функции оттуда все идут поля которые регулируют все что мы питаемся чистимся и так далее то есть мы существуем слышите да и многие люди многие вот максимум в этой жизни обеспечены только тремя вот этими основными вот до четвертой к сожалению мало кто подымается вот кто мне сегодня поставил сердце татьяна да а почему потому что она уже меня любит да вот именно у татьяны сто процентов могу сказать что уже вот ее духовный уровень или этих аур поднялся до состояния любви сейчас имеется ввиду не любовь и женщины сейчас идет состояние любви всех окружающих в том числе природы в том числе наших младших братьев да в том числе ну прежде всего если верующие то всевышнего а если не верующие то тех людей которые нас окружают да потому что мы понимаем что именно вот это состояние когда у нас нет врагов когда мы можем наклониться перед даже самыми ну как сказать злыми людьми и попросить у них прощения они на нас злятся а мы у них просим прощения значит мы поднялись до того уровня что мы уже можем творить очень многого хорошего вот если у вас честно сейчас кто-то здесь вот сидящих поставьте плюсы те те или даже не плюсы давайте поставьте восклицательные знаки все те у кого есть желание сегодня уже помогать ближним детям родным близким знакомым друзьям и поставьте минусы да восклицательные знаки кто ага минусы поставьте те кто вообще не хочет никому помогать дай бог бы себе помочь и тогда вы будете знать кто из вас еще все таки находится на состоянии вот этой любви искренне да потому что даже если вы хотите помочь одному человеку есть у вас такой человек это может быть мама папа это может быть ваш ребенок внук в вас есть желание им помогать слышите да вы даже о себе забываете в вас есть желание помогать значит в вас это не погибло и поэтому вы еще не потерянный человек да совесть если есть в вас говорят да когда вам бывает стыдно за некие свои поступки а дальше уже идет видите горловая так называемая электростанция вот я сейчас не просто говорю вот те люди которые перед вами выступают это люди которые несут информацию вы думаете я готовился к этой лекции да ничуть я даже не знал с чего я начну с чего я закончу слайды да были что я буду говорить где-то буду повторяться в каких-то лекциях а где-то буду такое говорить что еще ни разу не говорим но слава богу что мы это записываем потом можно будет отследить но самое интересное что вот слово можно вылечить слышите да ну словом можно убить и вот здесь я бы вас отправил на радиомаяк наберете тетюк радиомаяк пишите записывайте много чего можете посмотреть именно сами где есть выступления про электроников и лучезарных вот сейчас эта гипотеза нами прослеживается и оказывается все люди делятся на три вида да энергетические люди электростанции вырабатывающие электрический ток то есть электроны другие потребляют начинают светиться как солнце а третье биполяры но вот в равновесии мы в состоянии такого хорошего состояния мы можем быть только в равновесии когда много чего-то у нас бывает очень много бед Виктор Тетюк электроник я вам сразу скажу поэтому меня сегодня очень будет хорошо слушать лучезарные они прямо будут ну восклицательные знаки ставить раз за разом а вот люди электроники будут меня слушать ну знаете как так сказать напрягом но но если для них будет жизненно важная информация они дослушают до конца ну и следующее вот то что вам тогда многие тут представляют видите на лбу у человека такая следующая электростанция но она проецируется шишковидное тело именно в то тело где впервые найдены были так называемые эти эндорфины именно это состояние когда человек не глазами не ушами а именно этим шишковидным телом видит много того чего не видят обычные другие люди да и вот тут вот тут он уже может видеть эти поля и может видеть пробоины до красного тогда этот человек ставит диагноз ой у тебя там серьезные болезни ты там уже при смерти на самом деле да действительно такие люди есть их не надо идеализировать и мы должны понимать что все гениально простое но единственный момент я бы хотел предупредить тех людей которые все таки этим владеют что это не ваша заслуга и если вы будете этим спекулировать да может даже поставить на какой-то ну бизнес да то есть будете именно конкретно этим зарабатывать деньги этим божьим даром да то тогда у вас может наступить очень нехороший разворот в вашем вашей жизни и может не у вас а ваша семья быть очень очень несчастным поэтому с этими энергетиками вот энергией особенно верующим людям я бы ну советовал не шутить это надо понимать ни в коем случае не бояться но играться с ними ни в коем случае нельзя люди думают а сейчас я войду некий транс и ладно мне хорошо и буду этим пользоваться буду молодиться особенно я бы не советовал именно тем людям которые верующие вообще в эти игрушки играть потому что я понимаю что можно помочь но при этом дальнейшая судьба будет обречена да какая то будет помощь какое то облегчение какое то снятие боли но что будет дальше как развернется вся ваша дальнейшая жизнь вот тут очень аккуратно ну и наконец те люди которые все таки дошли до самой верхней вершины и имеют информацию напрямую а таких людей не поверьте не так то мало и они поняли свое место в этой жизни а эти люди уже действительно могут помочь огромному количеству людей эти люди очень скромные я вам сразу скажу они не выставляются они не якают они иногда даже выполняют тяжелую физическую работу или смиряются с некими издевательствами над них понимаете но эти люди способны именно эти люди способны творить чудеса ну вот что то я сегодня отвлекся на ту тему которую я никогда сильно много не озвучивал видно вас эта тема очень волнует потому что видно много таких сейчас людей выступают и говорят что они волшебники маги что они ну как сказать вас вылечат и поэтому когда вы их будете слушать слушайте внимательно но всегда понимаете что люди не боги последний я так представляю бог на земле это был Иисус Христос и только он мог прикосновением руки избавить вас от неких болезней то если вы этого заслуживаете да или или вы попросите у него да на сегодняшний день конечно мы врачи я имею ввиду не только те специалисты которые что-то может помочь там вырезать какой-то орган или там поправить какой-то позвонок действительно мы должны осознавать что все равно это эти наши действия очень много зависит от того состояния и человека в котором и кому мы помогаем и каким образом нам дают чтобы мы ему могли помочь поэтому всегда мы говорим так особенно если знаете когда я начинал свои читать лекции в интернете это было уже 7 лет назад мне позвонил один такой волшебный говорит что ты тут своими эндорфинами Виктор подумаешь там какие-то эндорфины вот я лечу раки диабеты там ну я все лечу болезни я спрашиваю чем он говорит информации я говорю аааа я поверьте тогда не знал что такое информация у меня не было этой системы я тогда был в поиске у меня отец болел раком четвертой стадии мне надо было найти лекарство от рака и я обращался ко всем я искал поиски знаете как проверял очень просто я задавал вопрос а покажите результаты и дайте телефон того человека кого мы помогли а я позвоню и спрошу на каком на каком этапе этот человек и сколько времени прошло с того момента когда вы ему помогли и вот тут очень легко и просто было мне разобраться как врачу действительно люди говорят правду или здесь какой-то подвох да но последнее время когда уже в Кремлевке работал я еще более упростил все когда мне что-то предлагали я говорил так я врач Кремлевской больницы прав делами президента и если люди шли со мной на контакт значит у них было что донести если люди сразу прерывали отношения значит все с ними понятно ну на сегодняшний день я понимаю что то что даже вы будете слушать какие-то мои лекции там старого по разным заболеваниям вы посмотрите действительно это все сами потому что именно по заболеваниям там очень много информации действительно там миллионы просмотров но они все были с таким я увидел я там решил мои результаты я вас сразу предупреждаю что сейчас слово я мы сменили на мы потому что поверьте не я и не вы если у человека есть какое-то заболевание любое поверьте это задача его и мы с вами можем ли только ему помочь подсказать быть рядом понимаете но все равно это решается отношение между всевышним и этим пациентом и если энергия на человека идет турбулентно вихревая вспышки магнитные бури да вы знаете турбулентный или ах ты какая негатив это энергия разрушения ничего хорошего не будет если ламинарная энергия любви вот сегодня я люблю всех честно потому что плохих плохих людей не бывает я никого сегодня не боюсь потому что плохих людей не бывает попомните для кого-то этот человек даже какой-то рецидивист вор убийца он для кого-то хороший слышите да может у него есть ребенок который его очень любит да падший человек да он очень низко скатился но ему надо помочь если в ваших силах если нет отойдите в сторону пусть другие ему помогут так чувствуется у нас сегодня лекция затягивается на одну тему поэтому я на этой нотке заканчиваю ладно и перехожу более нужному если мы говорим о здоровье следующая функция эндорфин это регенерация это восстановление заживания ран с срастания костей уменьшение боли и поверьте что сегодня омоложение кожи это все процессы регенерации и все это зависит от наших стволовых клеток именно в наших в нашем организме есть множество клеток зародышей которые формируют все наши ткани они бессмертные они делятся неограниченное количество раз именно и если мы знаем этот секрет то чужие нам клетки стволовые не нужны если мы знаем чем накормить сегодня эти клетки то они нам дадут столько эндорфин поверьте что мы можем остановить и попереть в 5 самое грозное заболевание я вам сегодня раскрою секрет что вся наша кожа полностью клеточный меня клеточный состав меняется за 3 месяца поэтому омоложение изнутри это ничего естественно это все нормально естественно да если мы накормили свои клетки сделали к прямому всего дома слизистые 3 месяца все лейкоциты 3 месяца а это иммунитет о нем сейчас поговорим внутренние органы 6 месяцев меняют полностью клеточный свой состав а кости и суставы 12 месяцев поэтому когда мне говорят Виктор у меня там болят суставы и вы вылечите меня да я пришел к вам вы меня вылечите да и я понимаю что он там всю жизнь зарабатывал эти болячки у него там вес там килограммов там лишних 30-40 и без его участия никак не смогу помочь да поэтому мы говорим о том что все гениально просто но все находится в нас и мы в силе но самое главное за что отвечают эндорфины вот сегодня запомните что высшие инстанции над иммунитетом настоящим иммунитетом который будет лечить все болезни и вирусы и бактерии и паразиты и грибы и самое главное приводить его в норму когда у нас повышенный извращенный иммунитет знаете когда это аллергии всевозможные аутоиммунные заболевания а в том числе если у нас просел онкоиммунитет да если появились какие-нибудь бородавки какие-нибудь доброкачественные опухоли а мы вроде не обращаем внимания да ладно бородавка какая-то кандиломка появилась подумаешь по пиломам все это ерунда на самом деле конечно если появились такие симптомы просел клеточный иммунитет и здесь конечно в скором будущем ждите онкологии но я бы хотел сегодня вас остановить на этом и сказать что ну во первых хочу сорвать аплодисменты потому что скажу что отец уже живет тринадцать лет не умер от рака четвертой стадии это результат моей семьи я не скажу что мой да отца прежде всего и его поэтому сегодня мы говорим о том что все заболевания лечатся и все лечатся только одним лекарством а теперь я вам покажу образно образно почему потому что именно если мы говорим о всей системе это мы говорим о системе в целом и представьтесь на долю секунды что сегодня сейчас расстроился оркестр расстроились эти инструменты идет настройка вот этих клеток какой шум гамм возникает в нашем организме вот точно так же в нашем организме возникает когда мы заболели или вирус какой-то поразил или когда стресс какой-то был и у нас расстраиваются все системы органов это это то что мы слышим когда настраивается музыкальный инструмент и в долю секунды взмахивается дирижовская палочка и вы слышите прекрасную хорошую музыку именно вот этой дирижовской палочкой являются эти эндорфины вот вам это понятно или нет и вот для того чтобы вам сделать такую маленькую музыкальную паузу потому что я понимаю что у нас время мало но вы сейчас не сможете уловить самого главного я вам сделаю сейчас музыкальную паузу чтобы ваше ну у вас выделились эндорфины чтобы вы получили тот заряд энергии который даст вам возможность дослушать все до конца и правильно понять и самое главное сделать правильные выводы итак я вам включаю музыкальную паузу и так он может повторяюсь неправильный вот он будет не Продолжение следует... 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 поколения поэтому не проходите мимо ну а если вы думаете что это молодая красивая девушка а здесь я вижу больше всего женщин курящих женщин именно имеет такую вот как сказать привычку да вроде то подумаешь сигаретка там расслабиться вечерочком то никогда вы не думаете что очень быстро ваша кожа превратится вот в такое состояние вот мой учитель пластический хирург а я два года занимался пластической хирургии очень боялся оперировать курящих женщин потому что кожа как папиросная бумага поэтому не надо поверьте сегодня мы просто говорим что кнуты это быстро да может эффективно да надо на данный момент но что будет завтра вы думаете что ваши дети которые дорвались до компьютера да пусть сидят планшетик дайте планшетик а он еще говорить не умеет а уже умеет тыкать в эти кнопки в планшете что с этого человека получите вы думаете это зависимость которая в мозгах хуже то есть легче чем наркотики чем сигареты чем водка ник ник ничуть нет понимаете таких людей вырастают такие геймеры которые уже но в этом обществе не нужны поэтому все факторы которые кнуты пожалуйста помните что они быстро выделяют эндорфин но забрать просто так ничего нельзя если у вас есть родственники знакомые друзья друзья друзей которые вы хотели бы реально помочь помните что этому человеку помочь надо очень грамотно нельзя забрать от него ни один этот кнут заберете будет синдром отмены или поменяет кнут на кнут да вот почему то вот сейчас очень большая шумиха про эти допинги до допинги нельзя почему потому что спортсмены там а почему врачам в руки дали допинги эти антидепрессанты которые налево и направо выписывают их глядя не глядя при любой жалобе чуть-чуть сразу антидепрессант а вы смотрели побочные эффекты этих депрессантов а вы знаете что может быть такая зависимость которая никогда не позволит вам вернуться с этого но и я бы сегодня хотел ну сказать такую фразу забирая хоть один кнут мы с вами должны человеку дать обязательно что-то взамен но и если мы все-таки говорим о тех ядах которых нас окружают конечно это и трагедии стресс и пищевые яды бытовая химия и много-много чего другого потому что это все разрушает вот энергетически и внутри химически и приводит тому что снижается уровень эндорфин мы этого не боимся знаете почему потому что у нас очень огромный арсенал тех факторов которые дадут возможность именно повышать уровень эндорфин и то что вы видите сейчас и много лекторов которые сегодня будут выступать много будут выступать именно в этих направлениях они даже не догадываются что многие из них уже сегодня эндорфинотерапевты а так что вот вы им задайте вопрос когда вас следующий лектор будет выступать спросите доктор или там маг волшебник а вы эндорфинотерапевт или эндорфинотерминатор да потому что к сожалению сейчас врачи больше выступают ну я имею ввиду в поликлиниках в больницах как эндорфинотерминаторы им больше всего к сожалению вот нужна помощь даже может ваша поэтому давайте вам дам такое простое домашнее задание вы постарайтесь своих врачей знакомых врачей близких таких знакомых может даже родственников спросите их вернее спросить их совета скажите посмотри мария ванна посмотри виктор петрович вот эндорфинотерапия такая системы вот подойдет мне по лечению там рака диабета мне очень важно твое мнение если вы спросите наоборот скажи ты посмотри никто не посмотрит а вот если этот человек посмотрит и будет сливать негатив значит он точно ничего не понимает здоровье точно так же как и я не понимал поверьте в 40 лет я будучи врачом хирургом мануальным терапевтом я много знал о болезнях представляете я мог залезть в любую область человеческого тела вырезать любую там патологию или орган или зашить что-нибудь я мог отремонтировать практически ну постараться до отреставрировать позвоночник с любой грыжей но я не понимал что я ничего не знаю о здоровье а болезнях много а здоровья нет 40 лет развалился весь если я сегодня пришлю вам результат вот по одному там сказать человечку и вы никогда не догадаетесь что это мой был результат то есть у меня было столько болезней что я мог бы поделиться с тестерема а сегодня врачи именно в таком состоянии и кому как не вам помочь своим близким друзьям но к этому чуть чуть дальше вот сейчас я вам покажу именно те факторы которые вот будут нужны каждый день потому что вот вы тех лек с ну лекарей да так и лекторов слушайте и берите на вооружение все эти факторы которые нам предлагают потому что ну даже возьмите физкультура банально да давайте покажу картинки что вам немножко было вот интереснее все таки запоминать да лечебная гимнастика или фитнес физкультура без разницы вот буквально вот на днях вот акваэробика очень да потому сочетание воды и настики дает очень много эндорфин особенно когда снижение веса целый клуб ведем страняшки назвали его а вот буквально на днях я на нтв ну давал свои интервью да по поводу так называемой воздушной гимнастики поверьте да как до недавних пор ну вот буквально до этих дней я даже не слышал о такой гимнастике я думаю что вы не слышали аква такой вот аэробики воздуха да или воздушной гимнастики и ее называют йога в воздухе но самое главное что оказывается вот эта гимнастика может даже эффективнее системы бубновского да если мы говорим о лечении остеохондроза а если лечение игры что наверняка сто процентов потому что здесь работа собственным телом посмотрите у кого есть проблема с позвоночником и обязательно возьмите на вооружение потому что на качелях да в гамаке во первых безопасно во вторых куча эндорфин все мы с детства любим кататься так на на саночках на качелях и так далее ну кто из вас не любит массаж природа погода это все эндорфина терапия а баня сауна ведь когда мы потеем выделяется огромное количество пота а вот это лимфа а лимфа это ну я бы сказал 70 80 процентов ядов токсинов видео выделяется через лимфу лена таня и елена напишите мне пожалуйста сколько минут у меня еще есть времени потому что я видите немножко чуть-чуть отвлекся и я потерял контроль времени поэтому во сколько я должен закончить свое выступление что передать слово трубочку вам ровно в часах ладно напишите что осталось у меня 40 минут неужели да что вы 40 целых минут осталось или мне в надо в 18 40 закончить 18 40 надо закончить да ну пишите ладно посмотрю тогда значит следующий фактор творчества да музыка искусство пожалуйста давайте своих детей именно туда чтобы они могли творить да именно чтобы они могли творить и получать те результаты которые повышают уровень эндорфин особенно смотрите в переходном возрасте когда деточки наши быстро растут они очень тратят много питательных веществ и мы не догоняем даже их кормить да и у них резко падает уровень вот этих эндорфинов или гормонов радости его здесь надо очень много факторов чтобы эти дети до перестали быть капризными вредными начали хорошо учиться послушными и издали экзамены на 100 баллов вставки итоги как сделали это дети виктора тетюка вот потом кому-нибудь расскажу секрет эндорфинных детей и он очень простой это эндорфинное питание запишите эндорфинное воспитание ну и если придется эндорфинное лечение все это очень просто значит мне надо закончить 19 20 все понял девчонки окей спасибо еще нас еще море времени можно не торопиться да но и если у вас есть возможность вывести детей обязательно хоть раз в год на какой-нибудь курорт где есть море вода соленая обязательно это делать иногда вывозя детей всего лишь на 10 там на 8 на 10 дней мы даем им заряд вот этой энергии до эндорфинной на целый год ну или на полгода как минимум чтобы они могли пережить хоть такие тяжелые минуты когда начинается школа и так далее так далее ну и на самом деле конечно я могу много говорить но сколько бы я не говорил самыми главными факторами для того чтобы мы очень быстро решали свои эндорфины и о чем мы можем позаботиться сами чем мы поможем помочь своим родным и близким всегда каждый день это всего лишь те факторы с которых мы синтезируем эти эндорфины и все то что нужно для продолжение деятельности нашего организма и вот это четыре группы факторов это питание это энергетика это вода и это кислород мы говорим по воздух поверьте каждая эта тема заслуживает целого выступления но давайте быстренько по каждой пройдемся потому что я понимаю что сейчас вот здесь перед вами выступают специалисты кто-то по дыханию кто-то по энергетике до больше всего это понимаю здесь вас интересует энергетика и вы так все увлечены этой энергетикой и даже не догадываетесь что вы сами самый большой реактор энергетики до правильное русло направить питание очень важно да по воде будут много риса результатов что-то по у неувакуенную соду добавлять перекись да почему могу объяснить если это интересно кто-то скажет озона надо добавлять или озонотропия кто то будет озона водить прямо в вену озонотеропия а кто-то будет электрон лишний вешать на кислород и будет расцеплять все молекулы которые которые сцепляются в нашем организме. Коммерция за каждым из этих пунктов сегодня стоит нанотехнологии 21 века, и здесь это развивается так быстро, что вот сейчас мы даже специалисты, которые в области этим работаем, не догоняем. Мы не успеваем даже проверять всех тех изобретений, то есть констатирую факт, да, именно изобретений, которые нам предлагают для решения тех или других задач. Ну, например, вы слышали лампу Чижевского, да, казалось бы, ну, придумано много лет назад, и поверьте, за родину обидно, что изобретают советские ученые, да, до конца до ума доводят кто? Американцы, конечно, да, а используют кто? Конечно, китайцы, то есть уже продают нам китайцы, товар делают китайцы. Поэтому сегодня такая, ну, как сказать, кооперация в мире, она прослеживается практически по всем нанотехнологиям. И вот то, что было придумано еще Чижевским, лампа, когда свободный электрон навешивался на кислород, то сегодня уже очень много продуктов и приборов, и даже есть ткань турмалиновая, которая целые постели, одежда и подушки делают с этой тканью, которая дает свободный электрон тканям, да? И что она делает? Ведь вы знаете, что наши эритроциты – это слипшиеся частички, которые при каких-то условиях, когда включается сотовый телефон, компьютер, они слипаются, потому что у них уходит этот электрон. Они прилипают к стенкам, тромбы образуются, а это уже очень грозный сладч-синдром. Это тромбообразование, это может быть мгновенная смерть. И достаточно включить такую лампочку или включить такой приборчик, или даже лечь в такую постель, на такой матрас, и вы получите эффект мгновенного расцепления этих эритроцитов. Сейчас это все объективно подтверждается. Есть специально капиллороскопы. Вы засовываете пальчик в этот капиллороскоп и смотрите, как у вас там работают капилляры, ложитесь в это белье, лежите 15 минут, и потом вам показывают – вау! Хоть оно бешено дорогое, вы его покупаете за дорогие деньги, потому что если вы ездите на Мерседесе, а спитите, извините меня, на матрасе обычном, то, к сожалению, ну куда? Если есть куда деньги девать, надо девать в то, что вас лечит, и вы вас не будете лечиться. Вода. Казалось бы, сегодня все знают о воде, но я скажу вам, что сегодня никто не знает ничего о воде, и я не говорю только информационную технологию, я говорю только вот именно то, что какую воду надо пить. Но я вам честно скажу, что надо воду пить такую, которая бы вам не вредила, а помогала. Во-первых, она должна быть как минимум родниковой, живая, и лучше сразу с родника, потому что как только она чуть-чуть постоит, она теряет свой минус, который она там имеет в живом виде, и она теряет свою ПГАЖ. Почему Невмывакин предлагает соду добавлять? Потому что когда вы чуть-чуть соды положите в кружку, зальете кипятком, потом добавите родниковой воды, у вас вода в данный момент до какого-то времени будет 7,76. Именно такая вода ощелачивает внутреннюю среду и не дает возможности развиваться раком, камням и многим-многим болезням. Да? Все просто. Добавили капельки перекиси, и у вас уже идут окислительные процессы таким образом, что даже разрухаются иногда и опухоли. Все это естественно, и особенно внимание надо давать энергетике. Вот поверьте, нас учили, что энергетика это только калории. Ну я же ведь обычный врач, я сейчас выступаю не как мах, как волшебник, да? То есть вторая часть будет мах выступать. Сейчас опуститесь с небес на землю и постарайтесь вот рассуждать, как обычные люди, трезвомыслящие, да? И нас учили, что энергетика это калории, которые мы получаем с еды. Нам никто не рассказывал, что когда мы пьем чай, мы используем энергию солнца, которая превратилась в некие куэнзимы, да? Нам никто никогда не рассказывал, что есть энергия земли, энергия солнца, энергии друг друга, которую мы используем, и обязательно эта энергия может как нас и созидать, так нас и разрушать, да? Вот именно в этой ситуации, сейчас очень много придумали и защитных таких приборчиков, и пластиночек, и на компьютер, на приборы, которые являются трансформаторами. Все физика, поверьте, давно ученые уже все придумали, которые превращают вот эти турбулентные магнитные поля в ламинарные. И вот даже если среди вас там сидит какой-то супер маг и супер там волшебник, который вот сейчас вот, ну просто обижается на то, что я говорю, и ему, как сказать, становится, как сказать, плохо, и он сливает негатив, то на мне пластина, которая все это нейтрализует. Поверьте, это все очень просто, и каждый из вас этим может пользоваться. Но мы сегодня не говорим об этом, потому что давайте я чуть-чуть обращу внимание, видите, многие из вас написали питание, 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 ладно? Потому что эти отдельные элементы, вода, еда и голова, это три элемента, которые надо каждый день, каждую минуту. Ну вот себе представьте на одну минуту, что я сейчас буквально на пять минут отключил кислород. Все, жизни нет. И когда одни мои пациенты иногда меня спрашивают, Виктор, а что теперь надо каждый день это, да? А я спрашиваю, а вы дышите каждый день, вы пьете каждый день, вы еду каждый день употребляете? Вот так же и с энергией надо каждый день. Причем смотрите, какая зависимость, да? Без бензина машина ездить не может. Точно так же и человек. Если даже питание, да, то мы живем сколько? Ну без еды, ну четыре недели, ну кто шесть недель. Те, кто говорят, что они вообще могут жить без питания, ну они лукавят. Или это единицы люди, которые, может, не люди, а уже боги, мы о них не знаем. Без воды, ну сколько человек может прожить? Ну пять дней, ну семь от силы, да, если не очень жарко, и в принципе влажность большая. Ну а без кислорода пять-семь минут, и уже нет человека. А без энергетики человек не может жить ни секунды. Прямой пример, удар по голове, сотрясение головного мозга, сотрясение ретикулярной формации, уходит сознание, уходит сознание, и это уже не человек. Уже нет души, понимаете? Это уже овощ. Вернется, может вернется, а может и не вернется. Поэтому помните, что пока у вас есть сознание, пока вы здравомыслящий человек, не надо ничего бояться. Все гениально просто. И все зависит практически от вас. Этот принцип я вам в конце расскажу, чтобы вы тоже так действовали, и тогда вам будет просто решать все задачки. Но давайте немножко говорим о питании. Сейчас я не буду рассказывать о там сыроедении, я не буду даже раздражать тех людей, которые там, ну как сказать, в этом очень увлечены и считают, что да, можно решить все задачи с сыроедением. Я вам скажу, задам вопрос сыроедам только один. Как вы думаете, для чего Всевышний создал поджелудочную железу? А я вам отвечу. Единственный наноорган, который, слышите, да, который расщепляет всю еду, которую мы едим, животного происхождения, до молекул, которые усваиваются в нашем организме, это поджелудочная железа. Все до этого, зубы там, желудок, это только подготовка к перевариванию этой пищи. А расщепляет только ферменты, которые находятся в поджелудочной железе. Поэтому, если вы не употребляете жиров, белков, углеводов животного происхождения, то в вашем организме поджелудочная железа перестает функционировать. Это понятно или нет? И что происходит? А происходит синдром отмены. Поэтому те люди, которые очень увлечены сыроедением... Я вам пришлю только одну фотографию девочки, которую совсем недавно мне прислала молодая девчонка. Когда у нее возникла маленькая опухоль молочной железы, и она полностью ушла в это сыроедение, и очень быстро выросла такая катастрофически огромная опухоль, что сейчас мне, врачу, страшно смотреть на эту фотографию. Нельзя, понимаете, уходить в какой-то один метод. Если вы думаете, что вы будете пить содовую воду просто, и перекись водорода, и выздоровеете от рака, вы глубоко зашибаетесь. Может, кто-то и решит эту задачку, но только одним, не одним методом. Поэтому вы должны понимать, что все должно быть системно, и эта система сегодня вам демонстрируется. И, пожалуйста, я вас очень прошу, возьмите ее на вооружение. Конечно, мы сегодня живем в мире, который, к сожалению, нас окружает вкусной такой едой. Это тоже чревоугодие, это тоже кнут, но которое содержит и яды, и консерванты. И, к сожалению, вот все, что мы едим растительного происхождения, не переваривается под желудочной железой. А оно проходит куда? В толстой кишечник. Где орудует армия бактерий, так называемых сапрофитов, которые выгрызают там маленькие дырочки и достают нам те-те питательные вещества, которые нужны нам для нашего организма. И вы даже не догадываетесь, что там не только минералы, там 70 каких-то минералов, витаминов, там, говорят, сейчас больше уже, чем 17. А ферментов, знаете, сколько? 3000. И все это должно быть в живом виде. А мы, к сожалению, сейчас это парим, жарим, варим, да? А плюс еще консерванты добавляем. И если мы только добавили консерванты, особенно сейчас очень серьезная проблема, так называемая, с ГМО, но это чуть-чуть позже, то мы практически обрекаем свой организм на старение. Поэтому еще Гиппократ сказал, мы то, что мы едим. И еще вторая фраза Гиппократа, мы не знаем, кто папа с заболеваниями, но мы точно знаем, что мама с заболеваниями это еда. Поэтому, конечно, старайтесь искать качественную еду, без консервантов, без гербицидов, но мы сегодня говорим о нанотехнологиях. И на смену, ну не на смену, а на помощь всем нам пришли так называемое внутриклеточное питание. И чтобы вы больше никогда не боялись, не спрашивали, не шарахались тех людей, которые к вам там приходят с какими-то сумками, так называемыми БАДом или пищевыми добавками, запомните, что пищевые добавки или так называемые БАДы, это было изобретение советских ученых. Я не фру. Вот один из принципов нашим, мы говорим правду, нас окружают честные люди. Поэтому помните, что вот все изобретения, вот большинство сделало в наше советское время, а в сессии сидят советские люди. Я так понимаю, что вы рождены в СССР, ну может кто-то уже где-то рожден, но все равно русский язык вы все знаете. И вот в 70-е годы в Нижнем Новгороде наши ученые сделали гениальное открытие. Представляете, они научились с всех фруктов и овощей ломать вот эту целлюлозу, которая не переваривается поджелудочной железой, да? Она переваривается только бактериями, то есть расщепляется и даются нам. Они научились ее ломать, эту целлюлозу, и доставать оттуда все питательные вещества, отделять воду, отделять все, что не усвоится, а концентрировать только то, что усвоится в живом виде. И вот без воды эти питательные вещества могут жить, быть полезными нам нашему организму не десятки, не сотни, а может тысячи лет. Если туда не попадет свет, воздух и вода, эти продукты сохранятся тысячи, а может миллионы лет. Это уже доказано, понимаете? И поэтому сегодня эти технологии пришли на помощь огромному количеству людей, и если вы до сих пор боитесь этих названий, то бросьте бояться. Другое дело, что вот даже за 10 лет я уже наблюдаю, наверное, ну четвертое поколение изменений этих продуктов. Но помните, что давайте я вам немножко дам характеристику им, потому что они сейчас делятся на натуральные, несбалансированные, да? То есть вы должны понимать, что то, что используют вот качки вот в этих спортзалах, такие большие, огромные банки с разными белковыми смесями, чаще всего это несбалансированное питание, да? И, конечно, если мы используем его, тут надо 7 пядилы во лбу иметь, что дополнительно добавлять, чтобы именно компенсировать эти вот перегибы, да, белка. Именно не пептидов, а аминокислот. Но второй вид, это так называемое натуральное нано-питание, сбалансированное человеком. Это пример вот американских, да, подходов, потому что русские же ведь придумали целиком ломать целлюлозу и помещать его в пакет или в капсулу, там, может, консервировать каким-то медом или сладостями, но ни в коем случае не разделять все, что там содержимое было. А вот американцы пошли другим путем, они стали разделять витамины, минералы, полисахариды, полисахариды, получили при этом огромное количество Нобелевской премии, знаете об этом или нет, да? Вот, и создали огромное количество той продукции, которая сегодня будоражит весь мир и от которой шарахаются практически все трезвые люди. Почему? Потому что все ходят с сумкой и купи, 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 купи. На сегодняшний день время такое пришло, что так делать нельзя. И кто до сих пор считает себя там таким сетевиком крупным и учит людей именно идти показывать продукты и товар, я вам сразу скажу, что вообще нельзя этого делать и категорически противопоказанно это делать, если вы не хотите не нажить врагу. Но вы должны сами понимать, что этих продуктов сейчас будет все больше и больше, за ними будущими, потому что, поверьте, это очень легкий способ решить даже все задачи без, ну как сказать, даже без врачей, да? Я имею ввиду такие, даже иногда и серьезные. Но третий вид, так называемого нано-питания, это натуральное питание с балансированной природой, да? Вот это как изобрели советские ученые, у нас называлась криотехнология, до сих пор они сейчас вот гордятся то, что мы изобрели. Но больше всего это подхватил Восток, Япония и Китай, да? Вот они делают сбалансированное питание, то есть они ломают, например, целлюлозу продуктов, достают оттуда все содержимое и решают те или другие задачи, да? Но давайте теперь смотрите, вот если мы с вами говорим о том, что не хватит какого-то одного витамина или минерала, то не сложится вся система. И какие там эндорфины? Конечно, будут болезни. А липиды, знаете, что делают липиды? Самая важная задача липидов – перенести вот эти аминокислоты. Омега-3, омега-6, слышали, да, такие названия? Именно эти аминокислоты строят наш организм, потому что мы белковые существа, к сожалению, да? И мы должны эти белки кушать обязательно, особенно незаменимые, кушать из внешней среды. Но белки, аминокислоты – это кислоты. Они окисляют среду, поэтому, помните, я в воду говорил щелочную, а еще лучше антиоксиданты. Тоже слово слышали? Полисахариды, которые как колпачки, витамины, минералы, тоже антиоксиданты, прикрывают вот эти острые жала. И аминокислоты хорошо на нас действуют, и рак не возникает, да? Но очень большой секрет вот тут находится в дисахаридах, двойных сахаридах. Оказывается, наши бактерии не едят колбасу, рыбку, мясо, творог, яйца, сыр, они едят двойные сахариды, дисахариды. И сегодня мы точно знаем, что одна чайная ложечка такого концентрата, сладкая, вкусная, как мед, да, может накормить полтора килограмма бактерий. И уже тогда они нам будут давать все, что нам нужно нашему организму. Уйдет дисбактериоз, уйдут пигментные пятна, угревая сыпь и много-много чего, вот только добавляя вот эти дисахариды. Секрет стобального с ребенка, который сдал ЕГЭ на 100 баллов, русский 92 балла, английский 98 баллов, общество 100 баллов, и математика 100 баллов, зарыт вот моносахаридах. Глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза, калактоза. В капсулах, да, три капсулки в день. Одну капсулу в день, что я вру, когда экзамены три капсулки. И человек начинает учиться совсем по-другому. Нет допингов, нет наркотиков. Нанопродукты в натуральном виде высокого качества мы можем давать даже детям, грудничкам и не бояться, что с ним что-то будет. Потому что на них не цепляется антиген, антитело. Слышите? Наоборот, если есть аллергия, очень быстро все вернется в освоясь, потому что именно это питание, клеточное, оно навредить не может. Понимаете? Оно рассасывается на раз, два, три. Оно не нуждается в переваривании. Но качества разные у всех производителей. Ну и если мы говорим про так называемые незаменимые аминокислотные комплексы, комплексы, вот здесь зарыто самый большой секрет исцеления от рака, от диабета, от астмы, от аллергии, от любого заболевания, хондроза, артроза, диатеза и так далее. Что это такое? Интересно? Смотрите, где раньше мы брали эти молекулы. Раньше мы их пили откуда? Из парного молочка, некипяченого. Там огромная концентрация этих пептидов. А еще больше концентрация в молозиве, когда первые капельки идут. Очень важно, чтобы ребенок соснул это молозиво. Почему? Потому что там концентрат этих пептидных комплексов огромный. И вот они сразу строят наши эндорфины. Понимаете? Это уже природой созданные белки, которые, ну не белки, маленькие пептидные комплексы, которые сразу, 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 сразу строят эндорфины. В яичке, в желтке. Цыпленка чем мы кормим? Желтком, да? А сами помните гуголь-моголь. Почему? Очень хорошо мы пили сырые яички, там получили. А консервированную, не консервированную солью только икру. Кто из вас когда ел? Сейчас вот эти, к сожалению, консерванты, буквы Е, связываются с этими пептидными комплексами и все. И нам они уже, в принципе, ну практически не нужны. Наоборот, больше вызывают всякие болезни. Мы сегодня даже используем вот пептидные комплексы из вот этих муравьев и даже вот с этого гриба кардицепса. Это высший китайский гриб. И сегодня все так называемые фирмы, которые занимаются волносом, все хвалятся, что у них есть кардицепс. Ну я вам раскрою секрет, что... Сейчас, минутку, что-то выбило. Вот. Все питательные вещества, все питательные вещества, слышите, которые находятся в, нужны стволовым клеткам. Поэтому и секрет кардицепса, и он такой дорогой, стоит 1 килограмм целый джип, что в нем находятся наверняка все питательные вещества, в том же и пептидные, потому что на гусенице растет первый год, и пептидные комплексы. Поэтому на сегодняшний день, наверное, нет дороже продукта, который решает задачки по здоровью. Поэтому смотрите табличку, которую сейчас я вам покажу, которая очень важно понять. Вот если мы говорим о здоровье, да, то на наше здоровье влияет много разных факторов. Я и мы веду сейчас те факторы, которые влияют на здоровье нашего человека, именно, если мы говорим, питательных продуктов, то они влияют по-разному. И вот на Востоке, я взял тут вот эту табличку, оказывается, в зону жизнедателей, так называемых, или самых главных, они ставят всего лишь два высших гриба. Вы, наверное, их слышали. Это рейши, линджи или ганодерма китайская, которые как раз и содержат те моносахариды. И второй гриб кордицепс. Потом идут уже так называемые адаптогены, да, которые влияют уже на уровни эмоций у нас, да, энергии, защиты и так далее. И здесь и каракок, и хиноцея, и кошачий кухонь, и много-много-много других таких продуктов, которые реально вот работают, вот начиная уже с этого уровня. А вот дальше идут вот эти внутриклеточные питания. Поняли меня, да? То есть именно если мы каждую клеточку накормим то, что ей надо, то у нас реальная возможность решить практически повлиять на все здоровье каждого человека. И поверьте, мы с вами в своей эндорфинотерапии не полезем сюда, в фитотерапию, и даже в гомеопатию не полезем. Потому что здесь нужны врачи, специалисты, которые знают при каких условиях ту или другую траву, в каких дозировках и так далее. А тем более мы с вами не полезем вот в состояние вот сюда именно лечения, там уже даже трав, фито и так далее, а тем более лекарств. Поэтому мы с вами, поверьте, работаем в зоне безопасной детям, грудничкам и беременным. А если сочетаем воду, еду, кислород, озонотерапию, да, и с факторами, так называемыми, пряниками, да, то есть что физкультура, музыка, творчество, искусство, у нас получается все гениально просто. Надо это просто понимать и знать. И контролем для каждого из вас будет не какой-то анализ. Потому что сегодня, если бы лечили анализы, то мы бы были страной или там миром, который бы лечил все болезни. Потому что сейчас столько берут анализов, что, извините, у меня целые книги пишут, да, сам назначал, потому что приходили и говорили, вы не должны лечить, вы должны разводить, потому что иначе вы ничего не получите. Сейчас научились все диагностировать, понимаете, компьютерной диагностики, но мы даже не догадываемся, что самый большой анализ, контроль, это та фраза, которую мы задаем своим пациентам. А как вы себя чувствуете? Вот я 100% уверен, что каждый из вас может себя контролировать каждый день, каждую минуту по этому уровню эндорфин, определяя себя, находитесь вы в какой зоне, в голубой, зеленой или у вас уже желтая зона, и вам надо уже позаботиться о своем здоровье. Если вы видите, что ваше окружающее в желтой и зеленой, то есть желтой и красной зоне, значит ни в коем случае не повторяйте то, что они делают, да? Уйдите обязательно в зеленую и голубую зону, и тем самым вы поможете себе и поможете им. Как это сделать? Поверьте, все научим. Это все очень просто, очень все просто, но это просто надо понимать. И здесь, если мы говорим о здоровье, о здоровье, мы должны с вами понимать, что мечтая о каких-то больших, огромных домах, квартирах, машинах, да, мечтайте. Сейчас такое время пришло, особенно молодежь мечтает. Но если нет здоровья, у вас ничего нет. Вот наша система, которую вы сегодня узнали, а вы сегодня узнали очень многое. Позволит вам эти задачки решать очень просто и очень легко. Потому что у вас сегодня в руках будет табличка умножения. Вот пришла к нам Галина, да, и Якоб. Вот Якоб это уже человек-эндорфинотерапевт. Он знает Виктора Титюка много лет, ну уже год, наверное, да, Якоб? И он знает, что в Америке у нас сейчас появилось очень много пациентов, которые используют эту систему и решают многие задачи. А Галина как раз, наверное, организатор вашего мероприятия, поэтому восклицательными знаками поставьте ей, что вот именно она организовала сегодня с девчонками вот это наше выступление, и вы пришли, узнали информацию, которая жизненно важна, полезна для вас. Но нам уже пора заканчивать, да, поэтому мы потихонечку будем закругляться. И вот уровень ваших эндорфинов и является той высшей инстанцией, которая будет решать все ваши задачи. А вот теперь я вам, наверное, покажу все-таки схему, да, по которой правильно надо решать все задачи. Тот автомобиль, на который будете кататься вы, и будете помогать всем своим родным и близким, знакомым и друзьям решать все задачки, которые у них возникают по здоровью. Потому что, видите, здоровье – это та база или то основание, или тот корпус, на котором практически держится все, да? И какие, зачем деньги, если нету здоровья, да? И начинается именно с того, что кому нужно здоровье. Это оно нужно всем – и больным, и здоровым, и учителям, и врачам, и вашим родным, ну, прежде всего, и вам. И вот первый шаг – вы начинаете изучать. И сегодня наше ваше познание именно началось с того, что вы узнали систему. Потому что, поверьте, сегодня сейчас столько много информации, и не имея систему, вы точно заблудитесь в этом лесу, да? А имея систему, вы всегда выплывете, вы всегда найдете правильное решение. И вот это первый шаг, который мы сегодня с вами сделали. Поняли меня, да? Второй шаг мы сделаем на следующий раз, да? На следующей лекции или встрече, которую вот сейчас мы огласим, потому что вы все равно захотите сказать, Виктор, а что вы используете? Ну, какой у вас опыт? Чем вы лечите? Что вы применяете? Какие у вас результаты? А вот это уже будет второй этап, когда мы конкретно покажем продукты. Но вы не должны понимать, что продукты здесь только лишь какие-то питания или там вода. Здесь и продукты, и физкультура, и музыка, и творчество. Поэтому смотрите, вот это заднее колесо, оно базовое. На нем все крутится. Вы на этой системе сможете уехать куда хотите. А вот эти колеса, да, может быть, один, два, три, десять, это колесо тянущее. То есть оно будет решать эти задачи. Это теория, да, а это практика. И вот сочетание теории с практикой будут давать результаты. А венцом, поверьте, нашей с вами сегодня любви, потому что мы начали с любви, и у вас сегодня минимум должно зародиться какое-нибудь доверие к нам, да, появится результат. Результат будет очень важен. Но смотрите, вот придет два человека, скажем, с онкологией, да, и у каждого будет одинаковый диагноз. И каждому я дам одну и ту же схему, например, да, решения этой задачи, а результаты будут, как вы думаете, одинаковые и разные? Конечно, разные. Как вы думаете, почему и от чего это зависит? А это зависит от многих факторов, но чаще всего только от двух. От творца и от самого пациента, да? И я заметил такую прописную истину. Если приходит пациент и говорит, Виктор, нет, 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 я сначала сам на себе, я вот, а вот когда я, тогда уже другим. Ничего не получается. Или если получается на какое-то время, потом все, уходит. А если человек еще не решил свои задачи, но начинает помогать родным и близким, да, вот тут начинаются, творятся чудеса. Я не буду сегодня результаты показывать, хорошо? Ни рака четвертой стадии, ни диабета первого типа, ребенок год без инсулина, я не буду их показывать, ладно? Потому что мы тогда будем говорить долго. Но то, что вы сегодня пришли сюда, вы сделали очень умно, очень хорошо, вы узнали для себя. Может, завтра этот ролик, фильмы вы покажете своим родным и близким, потому что я думаю, что девчонки записывают. Я дублирую, в крайнем случае, дубликат. Сделаем и вам они отправят этот фильм. Но если вы завтра на следующий фильм и приведете десятки, сотни своих друзей, то ваши успехи будут меньше. Даже если вы поможете двоим людям, слышите, да? То вот представьте, сейчас 62 человека, каждый из вас приведет на следующую лекцию двоих, вот Калине, Елене, Елене и Татьяне, да, в этот зал. И они узнают еще об одной какой-то системе или о каком-то факторе эндорфинотерапии. И чем больше этих факторов вы узнаете и примените на себе в комплексе, тем больше вы добьетесь результата. Поняли, в чем хитрость? Вот и все. Ну, а если вам понравилось, если у вас появилось доверие, значит, помните, что все гениально, опять же, просто. И мы должны только сеять. Сеять доброе, нежное, ласковое и так далее. Вот сегодня мы посеяли систему эндорфинотерапию. И если каждый из вас, тот человек, которому это понравилось, и с сегодняшнего дня будете приводить своих друзей, знакомых на эти лекции, на эти встречи, будете помогать им решать те или другие задачи, вы становитесь уже эндорфинотерапевтами. А может, многие из вас уже эндорфинотерапевты, может, многие из вас уже музыканты, какие-нибудь певцы, артисты, поэты, может, вы уже действительно несете людям именно ту информацию, которую вы слышите на этих лекциях и встречах, вы уже являетесь эндорфинотерапевтом. Я вам показываю, какой наш девиз. Наш девиз – врачом ты можешь и не быть, а эндорфинотерапевтом быть обязан. Поэтому с сегодняшнего дня, если вам это понравится, вы себя реально можете считать эндорфинотерапевтом. Но у нас вот такие принципы. Вот хотите, не хотите, а придется выполнять. Потому что если вы такой, то тогда у вас будет все получаться. И здесь опять же все просто. Мы заботимся о здоровье своем, о здоровье ближних, нас окружают здоровые люди. Такой принцип. Мы стараемся. Мы не можем за всех думать, мы не можем всем помочь, но мы стараемся помочь тем людям, которые к нам притягиваются. Мы сближаем людей, у нас много друзей. Вот поверьте, сегодня у Галины, у Елены, Лены и Татьяны, представьте себе, насколько уже больше друзей. Ведь вы уже много раз сюда ходите. Как правило, зал один и тот же. Но вы почему-то не думаете, что каждый из вас может пригласить с собой двух, трех, четырех людей. И это даст возможность завтра уже не сто человек собирать, потому что сейчас просто время такое, рано еще. Вот сейчас ближе к 9 часам здесь будет 100-120 человек. А если вы еще сегодня не поленитесь и всем своим окружающим пришлете ссылочку на эти мероприятия, которые происходят у девчонок, завтра буквально у них будет 500 человек. От кого это зависит? От них? Нет, от вас. Но помните, что если вы это делаете, то у вас появляется намного больше друзей. И даже здесь вы уже дружитесь, обмениваетесь мнениями, и вы начинаете дружиться. Мы говорим правду, нас окружают честные люди. Вот поверьте, нет смысла врать, а если нельзя говорить правду, мы вас научим, как ее просто не говорить. А врать нельзя, даже по мелочам. Мы радуем людей и становимся успешными. Вот вы знаете, что мне сегодня моя лекция не понравилась. Знаете, почему? Я ее прочитал не очень радостно. Мне бы хотелось ее прочитать, может, в следующий раз более на высоком уровне такого настроя радостного. Почему? Потому что тогда бы вы намного больше притянулись. Но состояние моей души, оно зависит от тех факторов, которые окружают меня. То есть совсем недавно я поговорил с молодым человеком, и я его сегодня пригласил на эту лекцию. Он сегодня здесь, у которого рак, четвертой стадии, рак почки с метастазом позвоночника, он парализован. Вы знаете, когда мы с ним соединились по скайпу, а он попросил помощи меня, я увидел этого человека, у меня душа возрадовалась, потому что этот человек такой веселый, такой радостный, он не боится помирать, понимаете, ему, у него жена молодая, у него пятилетняя девочка, а он не боится помирать. Он сегодня в этом зале вместе с вами слушает эту лекцию. Я его пригласил специально, чтобы он посмотрел и взял на вооружение, поэтому мой тон был не очень радостный. Я очень, ну, переживал за него, сострадал, и мне очень захотелось ему этому человеку помочь. И вот когда мы ведем себя радостно, мы становимся успешны, к нам притягиваются люди. Мы соблюдаем правила морали, и у нас спокойная душа. Вот кто это понимает, те уже достигли очень высокого духовного уровня, понимаете? Понимаете? Очень важный шестой пункт. Мы выполняем обещания, и нас сопровождает удача. Мы лишены разных катаклизм. Люди выходят, какая-то дождь их обливает дождем. Люди выходят на улицу, поскользнулись, сломали ноги. Ой, неудача, лед виноват, плохо посыпали. Мы не понимаем, что все идет от нас. Мы где-то в своей жизни сеяли семена, не доделывали тех дел, которые мы ли обещали людям. Поэтому старайтесь, если вы кому-то пообещали, это доделать. Наконец, мы проявляем щедрость. Вот сегодня я вас научу проявлять щедрость. И каждый из вас, если это сделает, завтра станет намного богаче. Потому что деньги, поверьте, сегодня не решают ничего. И если мы сегодня научим помогать другим людям, помогать именно очень просто, очень легко, помогая себе, я имею в виду, у нас появится возможность завтра иметь совсем другие доходы. А сколько вам нужно денег? Скажите, пожалуйста. Вот я понимаю, что каждому разное количество нужно денег, но поверьте, я сейчас скажу, что каждому у вас нужно столько денег, чтобы о них не думать. Согласны или нет? Вот нам сейчас очень нужно много денег. У нас есть задача создать такую здравнюю циандорфин, целую, огромную, может на территории даже близко к метро, у Красной площади, а может по всему миру размножить филиалы. Но мы начнем с самого простого. Мы создадим клуб эндорфинотерапевтов, а люди уже сами сделают, а мы их только научим этим принципам. Потому что последний принцип научитесь сострадать ближним, окружающим, и у вас будут все вышеперечисленные вот эти ваши желания. Все просто. Если вам это нравится, ставите восклицательные знаки, потому что я должен уже закончить и назвать те продукты, которые мы сегодня для вас подготовили, потому что я понимаю, что вы знаете, что люди-организаторы, они работают, и они тоже должны получать какие-то доходы. Если этого не будет, то очень быстро все это закончится. Принцип ЧАБИ должен всегда соблюдаться. Поэтому мы с вами переходим к главной части, наверное, нашего мероприятия. Мы сейчас озвучим те продукты, которые вы сможете приобрести сами, для себя. А вот для ведущих я сделаю презент. Ладно? Хорошо? Презент будет заключаться в том, что я им сегодня вот Галине или кто будет оглашать стоимость этих продуктов, разрешу назвать такую цену, которую они сами захотят. Ладно? Поэтому давайте я вам покажу продукты, а вы решите тогда сами, ведущие, сколько будет каждый продукт этот стоить. Значит, первый продукт называется индивидуальная консультация Виктора Титюка. Именно эта консультация нужна тем людям, которые вот сидят даже в зале или просмотра, в записи посмотрят, захотят иметь личного врача и хотят сказать Виктор, мы хотим быть, ну вот вся наша семья хочет иметь личного специалиста, врача в области здоровья, да, то есть, который будет заботиться о здоровье нашей семьи. Вот организаторам вы платите названную сумму, которую они сейчас назовут, и однократно, и вот поверьте, что в дальнейшем этого врача в виде лица Виктора Титюка вы будете иметь. Поверьте, сегодня интернет-индустрия позволяет это сделать очень легко и просто на любом расстоянии, консультация будет или по скайпу, или по телефону, или если вы где-то в Москве, в Московской области в реальной жизни, но вы действительно ее получите в полном объеме и вы получите действительно раскладку всех этих факторов, которые будут, ну, по моему мнению, подходить больше вам, решать те или другие задачи, не важно, дети, внуки и так далее, не важно, какой диагноз. Но я понимаю, что эта консультация не может быть дешевой, поэтому вот девчонки какую сумму назовут, такая и будет, ладно? А вот вторая консультация, это групповая, это уже, пожалуйста, для всех. Вот все сидящие здесь можете приобрести эту групповую консультацию, потому что она будет происходить, ну, в такой же практически комнате, да? И вот уже на этой лекции конкретно Виктор Тетюк вам покажет конкретно тех продуктов, может даже и производителей, а может даже дозировки по тем и другим заболеваниям и конкретно поможет вам решить те или другие задачи уже сегодня, сейчас, да? Вот всего лишь два продукта, да? Мы не будем вам присылать каких-то фильмов, можно было бы там записи какие-то прислать платные, нет. Все-таки живое общение это правильное общение, почему? Потому что тогда идет информационная передача и вам тогда дается возможность получить помощь того человека, который вам помогает. Вот это четко уловить. Прочитав книжку, получив какую-то запись, вы не получаете вот той энергетики, которая идет от этого человека, ну, я имею в виду исцеляющей, да? А мы говорим, что эта энергия не наша, не мы лечим, да? Всевышний и вы, больше никто. Поэтому вот эта энергетическая передача может быть только при живых консультациях и в живом эфире. Ну, и я вам еще скажу, что все-таки Виктор Сетюк сегодня очень обеспеченный человек, поэтому у меня правило не брать денег за информационные встречи. Я их себе не прописываю, поверьте. Сегодня, наоборот, мы помогаем людям зарабатывать деньги и занимаемся большой, большой, большим благотворительностью, так я бы сказал, да? Мы помогаем тем людям, у которых нет денег. И вот сегодня такой случай как раз и случился, потому что как раз, наверное, вот та доля, процент денег, которые положены Виктору Тетюку за ваши, да? За ваши, то вы оплатите вот эти мероприятия, а вот тот процент, не знаю, 20, 30, 50, у каждых организаторов разный, уйдет Ивану в Питер. Человеку, который лежит в постели и который нуждается срочно в помощи. Я понимаю, что поставить на ноги мы его с вами не сможем, но мы постараемся остановить прогрессирование заболевания и мы постараемся с вами сделать так, чтобы, может, это заболевание пошло вспять. А может, наука будет развиваться быстро и может, сейчас уже эти изобретения есть, когда люди будут стволовые клетки пересаживать поврежденные участки спинного мозга и эти нервы будут прорастать и может случиться чудо и этот баня заходит. Поэтому такой радостный человек, Ванюша, который практически не боится умирать, я понимаю, что это очень высокодуховный человек, но поверьте, у него жена и маленький ребенок, поэтому я хочу ему помочь. Поэтому прошу организатора все те деньги, которые сегодня за эту лекцию вдруг, так получится, что много будет людей, которые купят эту лекцию, захотят, захотят, как сказать, купить эту лекцию и оплатят ее, Виктор Тетюк постарается удовлетворить на 100%. Групповой консультации, да? И вот эти деньги, та часть, которая положена мне за лекцию, мы перечислим вот этому молодому человеку. Это будет такая первая акция наша с вами, Галина, ладно? Потому что я понимаю, что ему нужно, наверное, будет много денег, может, какую-то благотворительность надо будет еще где-то искать, но я понимаю, что сегодня надо начать с самого простого. И я понимаю, что вот в этой жизни все хорошо, пока хорошо. Но я точно знаю, что если не мы, тогда кто? И начиная заботиться о своих данных и близких, мы с вами начинаем быть уже волшебниками. Вот сейчас во второй части выступит настоящий маг волшебник. Действительно, он может творить чудеса, он может помогать огромному количеству людей, но я понимаю, что самый большой маг это мы. Это наши эндорфины, это Творец Всевышний. Поэтому на этой ноте я заканчиваю свое выступление и говорю, если хоть один из вас сегодня возьмет на вооружение это, эту систему, мы будем рады. Если кто-то из вас встанет на этот путь и пройдет и добьется результата, мы с вами мы будем рады вдвойне. И нашему счастью не будет границ, если за вами пойдут. Спасибо, что так внимательно слушали. Пишите вопросы. Я вас благодарю. С вами был Виктор Тетюк, Академия Дорфин. Всем пока-пока. Давайте поблагодарим его в виде восклицательных знаков. Многие задают вопросы, те, кто только сейчас вошел. Будет ли запись? Да, отвечаю, запись будет. А о том, как вы можете получить, вы получите информацию в конце вечера. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Если вы не обратили внимания, я просто повторюсь, Виктор Тетюк врач и с большим стажем врач. Он врач уже 25 лет. И все 25 лет он уже знает эти болезни не понаслышке. Он видел и то, что происходит внутри человека, и то, что происходит с его родственниками, и то, что происходит с самим человеком. Ему приходится близко контактировать с людьми, которые действительно болеют, у которых серьезные заболевания. Поверьте, пока все хорошо, пока наша полезность нас только чуть-чуть беспокоит, может быть, каким-то краешком касается нас самих, мы к этому относимся как бы наплевательски, скажем такое слово. Мы просто стараемся ее не замечать, мы принимаем какую-то таблеточку, где-то чем-то занимаемся и не обращаем внимания, стараемся не сосредотачиваться на нашей болезни, которая происходит. Но когда, как говорится, грянет гром, тогда мы все начинаем креститься. И вот, чтобы этот гром не грянул, давайте попробуем пораньше начать профилактику именно заболеваний, не лечение, а профилактику, то есть болезни, даже те, которые мы еще не замечаем, которые не подают своих признаков в виде боли, в виде плохого самочувствия, в виде всего. Вот то, что нам предлагает Виктор Кутюк, это как раз и есть эндорфиноиммунная система, оздоровление организма, эндорфинотерапия, поэтому обратите внимание, то, что он говорил о любви, о здоровье, о счастье, о материальном благополучии, все это взаимосвязано. Мы говорим об этом вам, может быть, немножко другими словами, немножко другими, немножечко по-другому, но все это происходит на нашей площадке, мы разговариваем об этом постоянно. И вот Виктор, он как бы все разложил по полочкам, то есть то, что вы можете понять, то, что вы можете пощупать, измерить, и я считаю, что это конкретика, то, на что мы должны обратить внимание, большое внимание. Дело в том, что он предлагает, как многие писали, сетевое распространение, это не сетевуха, поверьте, это не сетевой маркетинг. Я не хочу про них говорить плохо, те, кто занимается сетевым маркетингом, поверьте, они тоже делают нужное дело, просто может быть, немножко слишком настойчивее, чем надо, может быть, приходят к нам не вовремя, может быть, слишком настойчивее, нас это раздражает. Но Виктор говорил больше всего о любви, о взаимотерпении, о взаимном здоровье. Дело в том, что когда болеем не мы, а наши близкие, мы страдаем от этого тоже, и очень сильно страдают. И он предлагает нам помочь нашим близким, именно не чужому человеку, не тем, кого мы не знаем, а именно тем, кто рядом с нами. И тогда те, кому мы помогаем, они тоже смогут помочь другим людям. И вот эта вот система, которую предлагает Виктор, я советую просто обратить вам на это внимание. Это нечто новое, то, о чем, может быть, вы не слышали, поэтому присмотритесь к этому получше, почитайте, узнайте, наберите в интернете то, что предлагает Виктор. И тогда, получив более полную картину, более полное знание, я думаю, что вы, те, кто не изменил своего решения, они смогут это изменить. И вот смотрите на его предложение. Это индивидуальная консультация. Консультация Виктор Виктор Тетюкан. Он врач с 25-летним стажем, хирург, мануальный терапевт, автор эндорфинной иммунной теории и эндорфинной терапии в лечении рака, диабета и других тяжелых заболеваний. Это те заболевания, которым подвержены очень много людей. Я думаю, что ни в одной семье не найдется человека, который бы не столкнулся с этими заболеваниями. Все мы знаем даже от наших близких, какое они доставляют беспокойство нам. И вот, пройдя индивидуальную консультацию, прежде всего первичную консультацию по эндорфинной терапии, она нужна тем людям, которые пожелают иметь личного или даже семейного врача, консультанта. Поверьте, это такой врач, который будет знать про вашу семью все, который вам может помогать вовремя. Вовремя это значит тогда, когда болезнь еще не в разгаре, она только начинается. И здесь не используется никаких пар препаратов, опасных для здоровья, продуктов, товаров и методик. Она не имеет противопоказаний и может проводиться, как и в реале. продолжительность консультации 30 минут. И вот убедительная просьба указать возможность консультации по вышеуказанным средствам связи. Это либо имейл, либо ваш телефон, либо скайп. Поэтому перейдите по ссылке, посмотрите, что предлагает Виктор более подробно. Если вас это заинтересовало, перейдите, найдите в интернете все данные по этой методике, которую предлагает Виктор и закажите консультацию. Чтобы заказать, вам потребуется указать только ваше имя, имейл, телефон и скайп. Поэтому смотрите сами, как он сказал, как сказал Виктор, составляющие нашей жизни это всего лишь три вещи наше здоровье, любовь и влагозастояние. И вот групповой пройдет еще вебинар по эндорфинотерапии. Это как попасть на консультацию доктора Виктора Тетюка. Что вам даст групповой семинар по эндорфинотерапии? Вы раздохновительные выступления по эндорфинотерапии дает возможность получить схему, табличку умножения, навигатор решений по той или иной задаче по здоровью. Даже если вы изучите все материалы в интернете и будете целенаправленно двигаться на вечном пути, он может оказаться очень длинным. А это считайте пошаговый план, то, что предлагает. Вот этот семинар будет проходить час. И стоимость его сейчас со скидкой это тысяча рублей. Но стоимость может подняться в любой момент. Чтобы оформить вот эти чтобы оформить этот заказ вам потребуется только имя и мейл телефона скайп указать. И тогда вам можете выбрать любую систему оплаты, которая для вас удобна и оплатить этот семинар. поверьте, то, что предлагает Виктор, это уникально. И учтите про эту возможность, что может быть у вас в ближайшем будущем ее может и не быть. А вы сделав заказ сейчас поможете и себе, своим близким и всем тем людям, которые вас окружают и тем, кто вас окружают. А также вот Виктор рассказал про молодого человека, который сейчас спалеет раком, но у него все силы в организме движут его вперед, именно ведут его вперед. И вот таким людям тоже нужна помощь. Но вот эти деньги Виктор выделяет в общем-то сам. То, что он выступил, то, что рассказал, вы получили информацию, посмотрите, подумайте, примите правильное решение, нажмите по ссылке и закажите то, что вас интересует. Если вы закажете личную консультацию, то это будет именно ваш личный семейный доктор, вдобавок не просто доктор, а доктор с большой буквы. Таких докторов, поверьте, очень мало. И это будет вклад во всю вашу семью. Если вы хотите пройти вебинар и получить свой семинар и получить пошаговые инструкции к извлечению от вашей болезни, поверьте, они со временем приходят, приходят к вам, к вашим близким, именно к тем людям, которые вас окружают каждый день, с которыми вы постоянно контактите, которых вы постоянно видите, и вы сможете помочь и им. Поэтому смотрите, выбирайте, принимайте правильное решение. все ссылки у вас перед вами, сейчас Татьяна вам сбросит ссылки еще раз на продукты Виктора, поэтому смотрите и двигайтесь вперед в нужное в вас направление. Это действительно реальный метод вам помочь, реальная помощь. И результаты вы ощутите достаточно скоро. достаточно скоро вы ощутите результаты при болезни, которые в нашем обществе считаются неизлечимы. Это онкология, диабет и многие другие. Поэтому давайте поаплодируем еще раз Виктору. Виктор, я благодарю вас за такое выступление. Спасибо вам большое, что вы выступили на нашей конференции, потому что действительно то, что вы предлагаете, это очень нужно, но немного необычно. Поэтому я думаю, что некоторые люди растерялись и не совсем может быть правильно восприняли вас. Спасибо за такие лестные слова. Вы только не единственное, что не озвучили, сколько будет индивидуальной консультации, чтобы я хоть знал, сколько будет индивидуальной консультации, потому что групповую вы объявили тысячу рублей, а индивидуальная сколько будет? Пять тысяч, в настоящий момент со скидкой. Пять тысяч, это уже со скидкой, ух ты, хорошо. Ну, ладенько, значит, все новое воспринимается в три этапа, первый этап, такого не бывает, такого быть не может, потому что принципиально быть не может. Второй этап, если случилось, а что делать? Ну, и если будет результат, то тогда уже каждый все бывает. И вот для того, чтобы вы еще раз убедились, что все бывает, сейчас, наверное, перед вами встретится, с вами встретится Андрей, который, наверное, как раз и вам расскажет, что в этой жизни все бывает. И как раз, наверное, он-то, наверное, про это и знает. А Виктор Тетюк и Академия Андорфин прощается с вами и надеюсь встретиться в ближайшем будущем, ну, где-то через недельку. Как раз вы изучите все, все вы проштудируете, это найти очень просто. Набрав Виктор Тетюк в Яндексе, вы заходите на сайт Академии Андорфин в Яндексе в раздел видео и каждая строчка отдельный фильм тематический по гипертонии, диабету, астме, аллергии. Обязательно перед тем, как проплатить и прийти на лекцию платную, все сначала посмотрите, тогда эффективность будет в десятки раз больше. Тогда не я буду задавать вопросы, а вы будете задавать вопросы. Ну, все тогда, давайте, до свидания, счастливо всем, пока-пока. Благодарим вас, Виктор, еще раз. Действительно, все очень интересно и пока, как вы сказали, первый этап немного необычно. Ну, что ж, очень приятно, что мы послушали в России.